Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 с помощью якобы судей прокуроров и навязываемых в нарушении части 2 ст. 16 УК РФ адвокатов. Третье. Основные доказательства в виде видеозаписи и протоколов судебных заседаний, в чем умственно неполноценные юристы вообще ничего не понимают. Право на допрос прокуроров, вопросы чрезмерного формализма, недопустимость рассмотрения отводов самим себе, отказ опровергать доводы сторон защиты и предоставлять доказательства, а также принцип свободной оценки доказательств. Почему я говорю о недопустимости нарушения первого закона логики? И каким образом необходимо определять предмет доказывания? Если мы возьмем, например, дело Мананников против Российской Федерации, Трудко, Вершинин, то там же их привлекали к уголовной ответственности за неуважение к суду. В этом случае мы имеем, я уже об этом говорил, два квалифицирующих признака. Это первое, это оскорбление судьи, то есть неуважение к суду или к прокурору, не имеет значения к кому. И второе, при отправлении правосудия. Я напоминаю, что в соответствии с статьей 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовное дело может быть возбуждено при наличии всех признаков состава преступления. Если всех признаков состава преступления нет, то нет и состава преступления, и поэтому такое дело не может быть возбуждено, а возбуждено подлежит обязательному прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовного кодекса. Не может оно быть возбуждено в силу части 2 статьи 40 Уголовного кодекса. Я уже говорил, что я, например, называл судьями-мразями, тварями, подонками, якобы судей, когда они совершали преступление. Но разве можно оскорбить уголовника? Конечно нет. Уголовник должен ответить за совершенные преступления, а потом у него появится право на то, чтобы защищать свою честь, достоинство. А поскольку он не ответил за совершенные преступления, он не может говорить о наличии чести и достоинства. И даже если я назову судью пидорасом, то я не оскорблю его по той простой причине, что нет предмета преступного посягательства, чести и достоинства их нет. Поэтому пидорас, мразь, тварь, это не имеет значения. Что я говорю в отношении уголовника и мрази, тварь, пидораса? Чести и достоинства у него нет до тех пор, пока он не привлечен к уголовной ответственности и не понесет наказание за совершенные преступления. И это мной рассмотрено в самом начале моей супер-диссертации. Следующий вопрос – это недопустимость нарушения причинно-следственной связи. Мы всегда должны установить причины, по которым произошел конфликт. Если мы не можем установить причины, по которым произошел конфликт, то мы никогда не приведем к правильному выводу. Этот вывод всегда будет паранояльным. Он может быть правильным, я не исключаю этого, что он может быть правильным, но он будет случайно правильным выводом. И паралогическое мышление, напоминаю о том, что паралогическое мышление является основой бредовой системы. Человек может рассуждать как бы правильно, но в результате он приходит к бредовому выводу. Вот, как, например, полуобразованные п***и нарушали причинно-следственные связи при вынесении постановлений в отношении Мананникова, Трудко, Вершинина. И они всегда приходили к паранояльным выводам о том, что не прямо, так косвенно они приходили к паранояльным выводам о том, что они привлечены к уголовной ответственности правильно. И все последующие действия связаны с правильным привлечением к уголовной ответственности. Хотя они изначально незаконно привлекались к уголовной ответственности, и они в результате незаконно были осуждены. Основание удалений участников процесса, это я рассмотрел достаточно полно, там рассмотрены вопросы и обжалования, ведь когда участников процесса удаляют из... лишают возможности участвовать в рассмотрении, то естественно, что нарушаются все остальные права. И поэтому вопросы удалений, они должны рассматриваться в апелляционном порядке сразу после удаления. Судья не имеет права дальше рассматривать дело, пока не будет рассмотрен вопрос, имеет ли удаленные право и возможности принимать участие в судебном процессе. Российские мракобесы, организованные преступные группы, состоящие из так называемых судей, прокуроров и навязываемых адвокатов, они удаляют из судебных процессов тех, кто противостоит им их произволу. А потом это не рассматривается в апелляции. И вы можете написать супер-блестящие жалобы, но от того, что вы напишите эти супер-блестящие жалобы, не является гарантией того, что они будут рассмотрены. Пусковые заявления приложены мировыми доверенностями от исток восстановления от 30 сентября 2016 года направлены по электронной почте с заявлениями по оглашенным документам в ваш позиции. Потому что приложено к этому... А потом полуобразованные п***и вам напишут о том, что ваши права нарушены не были. Следующие это основные доказательства в виде видеозаписи и протоколов судебных заседаний. Значит, когда участники процесса, например, заявляют от фото в связи с тем, что мракобесы, то есть судьи, прокуроры, навязывая адвокаты, нарушали права, создавали конфликт интересов, ведь что является основным доказательством их преступной деятельности? Основным доказательством их преступной деятельности, конечно, являются видеозаписи, которые ведутся в судебных заседаниях и которые называются почему-то для обеспечения безопасности. Правильно, необходима безопасность от организованных преступных сообществ. И поэтому, когда заявляется отвод по основаниям создания мракобесами конфликта интересов, то видеозаписи – это первое доказательство и основное, которое должно быть приобщено к заявляемому отводу и рассмотрено. Значит, что касается протоколов судебных заседаний. Я понял, что во всем мире нет юристов, которые бы понимали значение этих видов доказательств. Все дело в том, что протоколы судебного заседания являются доказательствами. Но если протоколы судебных заседаний являются доказательствами по делу, с чем никто спорить не будет, то почему эти доказательства не являются предметом исследования и оценки в апелляционной инстанции? Ведь в суде первой инстанции они не являются предметом исследования и оценки. Но поскольку протоколы судебных заседаний не исследуются в апелляции, значит, этим самым доказано, что все судебные решения выносились откровенно преступными способами без исследований всех доказательств. А протокол судебных заседаний является основным доказательством по делу. И то, что вы творяли мракобесы, можно установить по протоколу судебного заседания, когда вы исследуете эти протоколы и объясняете, что там соответствует действительности, а что там не соответствует действительности. Поэтому, поскольку протоколы судебных заседаний не исследуются ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции, поэтому доказано, что в России нет юристов, у которых были бы мозги. Я просто в своей диссертации привожу в качестве одного из примеров в дела Ходорковского. У него было 30 томов, которые занимал протокол судебного заседания. Там же длительное время рассматривалось дело. Значит, изготавливались части протоколов судебных заседаний, а когда изготавливаются части протоколов судебных заседаний, то они должны быть и предметом исследований в суде первой инстанции. Поэтому в суде первой инстанции эти части протоколов судебных заседаний и не исследовались. Поэтому он и был так успешно осужден. Как в деле тоже Боханова. Там длительный процесс был, когда судья должен изготавливать части протоколов судебных заседаний, знакомить участников процесса, чтобы они приносили возражения и так далее, то эти части протоколов судебных заседаний должны были быть предметом исследований в суде первой инстанции. Поскольку они не были предметом исследований в суде первой инстанции, значит, доказано, что приговор вынесен откровенно преступными способами. Ну и, естественно, и апелляция тоже. Значит, что касается права допрашивать прокурора. Я своим некоторым знакомым объяснял, что они имеют право допрашивать прокурора на основании части 5 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Гражданско-процессуальный кодекс нам прямо предоставляет право допрашивать прокурора, задавать ему вопросы. КАС тоже ничем особо в этой части не отличается. Участники процесса имеют право допрашивать прокурора. А вот в уголовном процессе почему-то умственные неполноценные юристы никак не могут понять, что при исследовании доказательств они должны в первую очередь задавать вопросы прокурору на предмет относимости этих доказательств, допустимости их получения, достоверности и достаточности. То есть наличие возражений стороны защиты, перенесенное на данное доказательство. Потому что что такое достаточное доказательство? Достаточное – это когда есть мнение каждой стороны. Если мнение второй стороны о доказательстве нет, значит уже нет и достаточных доказательств в деле. И кстати, когда мои знакомые начали задавать вопросы прокурору, вы знаете, они были поражены тем результатом, который они достигли. Они достигли тут же невероятных результатов. Правда, мне эта идея и это понимание пришло в 2001 году, когда меня откровенно преступными способами судили, и я начал задавать вопросы прокурору и ссылаться на, если я правильно помню, на 248 статью ОПК, которая предусматривала возможность стороны защиты ставить вопросы перед прокурором. А прокурор обязан был высказать свое мнение по тем вопросам, которые возникали в ходе судебного заседания. Но тот же смысл имеет и часть 5 статьи 246 ОПК РФ. Поэтому не имеет значения, как мы это будем называть. Возможность ставить вопросы. Прокурор высказывает мнение по вопросам, возникающим в ходе судебного заседания. Или мы прямо будем говорить, мы допрашиваем прокурора, то есть задаем ему вопрос, он отвечает. Результат один и тот же. Сторона защиты ставит вопросы. Вопросы прокурора, умственный, полноценный, должен на них ответить. И когда российские прокуроры начинают отвечать на вопросы, то выясняется, что у них реально с мозгами не в порядке. Потому что, когда я создал практику предъявления исков судебным прокурорам, я уже об этом говорил, представитель прокуратуры Магаданской области Клименко пришла в суд, я начал задавать вопросы, почему это действующий под видом прокурора, он был городом Магадана, потом зампрокурора Магаданской области, нарушал такие-то нормы законные и совершал такие-то преступления. Она отвечала мне одно и то же. Я не буду отвечать на вопросы, я не буду отвечать на вопросы, я не буду отвечать на вопросы. И больше я прокурора в процессе не видел. На каком основании вы сказали сейчас, что мы были доставлены в отдел полиции, и было ли вообще какое-то задержание меня и Бухонова? Этого ведь не было. Я приехал на автомобиле, на своем личном, добровольно, и по своей воле для того, чтобы подать заявление в полицию. Однако там сделали так, чтобы я был лишен свободы, и на меня было заведено административное дело. Сначала по одному факту дело возбуждалось, потом по другому. То есть по разным статьям это указано в иске. Что вы можете ответить на этот вопрос? Каким образом действовала прокуратура вообще в этом случае? Это же Рокитянский подал заявление. У вас сейчас какой вопрос, естественно? Ну, Рокитянский... По вашим исковым требованиям вопроса, а не относительно того, с чем обратился Рокитянский куда-либо, по вашим исковым требованиям вопроса представителю вы можете задать? То есть вы, прокурор, считает, что содержание под стражей человека более 50 часов, 54 часа, 56 часов, по-моему, это нормально, и нет в этом никаких нарушений? Вопрос снимается. Конкретизируйте вопрос применительно к вашим исковым требованиям. Я не понимаю, почему снимается мой вопрос. Потому что у вас заявлены конкретные требования. Откройте ваши исковым требованиям и запрещайте вопрос относительно тренировок и пояснений прокурора. Сейчас прения идут? Нет, сейчас вы можете спрашивать прокурора относительно своих требований в качестве разъяснения по его пояснению. Собственно, еще касаемо пояснений, которые приобщились на пояснение в тревоге. Уважаемый представитель прокурора, вы указываете, что я был доставлен в отдел полиции. На самом деле я не был доставлен в отдел полиции. И не было никакого задержания нас в прокуратуре. Вы сейчас голословно просто написали, что якобы мы что-то здесь совершили, какое-то правонарушение. Как вы можете пояснить, если я явился в полицию на своем собственном автомобиле, на своих ногах, почему вы пишете обратно, что я был задержан, якобы доставлен? Скажите, пожалуйста. Можете ответить на вопрос? В такой формулировке сложно ответить на вопрос. С чего вы взяли, что я был доставлен в отдел полиции? С чьих слов это было? Я спрошу вас. Представитель прокурора. Да, уважаемый суд, опять же, не могу ответить на вопрос такой формулировки. Поддерживают ранее изложенную позицию. В какой формулировке вам нужно задать вопрос? Я просто не понимаю. Что вам не понятно в моей формулировке? Данная позиция изложена. Еще будете вопросы задавать? Да, конечно. Задавайте. Время не тяните? Я не тяню время. Сейчас я задам вопрос. Вам предоставлялось 10 минут для того, чтобы вы прочитали вопрос. Зачем вы мне ограничиваете во времени? Я не ограничиваю. Вы ограничиваете меня во времени? Я формулирую вопрос сейчас. Я предупреждаю о том, что не стоит затягивать рассмотрение дела. Затягиваете это вы. Я не затягиваю. Уже на час позже начали судебное заседание. Так вы 30 минут из этого часа читали... Это мое право. Как это? А зачем вы апеллируете на это? Суд выслушал вас без ограничения во времени. Ограничили вы меня во времени. Я не дочитал. Вы меня ограничили во времени. Не злоуподействуете. На каком основании были предъявлены предъявлены обвинения по разным статьям в разное время. 28 сентября. Можете ответить? Уважаем, что обвинения не прокуратуры были предъявлены. Они, собственно, в прокуратуре немного иные, претензии в срок 3,5. Не могу ответить на каком основании. Понимаю. Правомерно? Нет, у меня такой информации. Скажите, пожалуйста, правомерно ли это было, то, что полиция предъявляет обвинения по разным статьям? Можете ответить на данный вопрос? Сначала по одной статье... Я не прав здесь давать оценку правомерно. Это нормально, что они сначала по одной статье обвиняют, через какое-то время начинают обвинять по другой статье? Это правомерно? Скажите, пожалуйста. Представили прокурору. Можете ответить? Ну, один и тот же вопрос задается. Нет, я не могу так выдавать оценку в данном заседании. И давайте решать вопрос о правомерности действительных органов. Вопросы снимаются, поскольку заявлены в рамках древних по исковому заявлению. Вопрос к представителю прокурора. У нас были изъяты личные вещи. Правомерно ли это было? Изъятие личных вещей по статье 20.1 Куа. Возможно ответить прокурору на данный вопрос в рамках заявления древних? Мы знаем, что это не отститут. Опять же, это не в компетенции прокуратуры, именно в рамках данного заседания давать такую оценку. А в рамках чего это давать тогда оценку, я понимаю? В рамках прокурорского надзора, возможно. Ну, это же хорошо, как прокурорский надзор вы этого не сделали. До сих пор вы не дали эту оценку. Естественно, вы на вопросе можете ставить в рамках заявленных вам предъявлений. Прокурором Аркетянским было предъявлено обвинение по статье 20.1. Однако суд вынес решение о том, что прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения. Однако вы в своем возражении указываете, что мы нарушали какой-то порядок. Хотя судом установлено, что никакого нарушения порядка не было. Вы сейчас даете ложную информацию суду. Еще вопросы будут? Все? Я хотел услышать ответ. Суд вас не обнакрятно предупреждал, что вы не можете задавать. По заявленным вами исковым требованиям. Все, что за пределами искового требования, у прокурора спрашивают нецелесообразно. Я по существу дела задаю. Это не по существу дела. Требования четкие у вас поставлены. По суммам, по определенным действиям, которые вы... Там все разъяснено. Таким образом, у вас еще вопросы есть по исковым требованиям? Я хочу задать вопросы по существу. Вы задаете вопросы, которые повторяются. Сформулировать вы четко свои мысли не можете, поэтому прокурор не может понять. Я четко формулирую свои мысли. Как ответить ему на ваши вопросы? Если он, не знаю, бестолковый, может, не понимает. Мы переходим на личности. Хорошо, что вы сцитали. Не надо перетанить на личности и оскорблять представителей прокуратуры. Я излагаю все понятное. Здесь не обсуждается. Хорошо, что вы замечали. Не переходим на личности и ведем себя корректно. Ну, давайте тогда корректно будем отвечать на вопросы, а не уходить от ответа. Еще вопросы есть? Я задаю вопросы. Еще вопросы есть? На данный момент нет. Значит, вопрос чрезмерного формализма. Это крайне важная тема, потому что для лишения доступа жертв к правосудию мракобесы в мантиях применяют чрезмерный формализм в результате жертвы и могут реализовать свои права и вообще попасть в суд. Недопустимость рассмотрения отвода в самим себе. Это тот же вопрос, но и рассмотрен в данной диссертации. И, кстати, с чего это все взяли, что общие нормы не распространяются на мракобесах в мантиях? Я имею в виду запрет направления обращений жертв лицам и органам, чьи действия обжалуются. Но с чего это взяли, что причинители вреда должны рассматривать вопросы, связанные с их преступной деятельностью? Они прямо заинтересованы в исходе дела. Они, безусловно, не могут рассматривать эти вопросы, и эти вопросы должны рассматривать иные лица. Отказ опровергать доводы стороны защиты и представлять доказательства. Довольно часто представители органов власти имеют доказательства в своем распоряжении, и они должны представлять эти доказательства для того, чтобы можно было разрешить вопросы по существу. Но они либо их не представляют, либо фальсифицируют. И поэтому я объяснил, что принцип свободной оценки доказательств нас приводит к выводу о том, что если доводы стороны защиты не опровергнуты, значит, эти доводы доказаны. Например, о том, что судья преступник, особо опасный уголовник, не хотите опровергать, значит, доказано, что судья преступник и уголовник. И естественно, что такой судья подлежит отводу, и дело рассматривается незаконным составом суда. Кратко я анонсировал свою супердиссертацию, которая приведет в шоковое состояние практически всех. И вам осталось только изучить и реализовывать мои суперидеи на практике. Я вообще не представляю, как умственно неполноценные судьи могут перешагнуть даже через этап разъяснения прав. Потому что они не знают, что это такое, они не могут установить природу правоотношений, не установив природу правоотношений, они не способны правильно применить подлежащие применению нормы права. И естественно, что при таком положении ни о каком правосудии речи быть не может. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok